Всем привет, друзья мои! Я блогер из Турции, из города Мерсин. Вы на канале Светлана Ата. Добро пожаловать ко мне! Всем привет, друзья мои! С вами я, Светлана Ата. Сегодня воскресенье, день заточения, и день как-то прошёл непонятно. Думала сначала отдохнуть от всего, но не получается никак, потому что столько эмоций, столько переполняет меня от общения с вами, от чтения ваших комментариев. Я в данный момент занимаюсь приготовлением ужина и заодно пообщаюсь с вами. Аж кем пошёл за хлебом. Ну, а я хочу вам рассказать одну историю, мои подписчицы, а также поговорить с вами, может, на какие-то другие темы. Дело в том, что вчера я прочитала комментарии, очень много было. Такая реакция была, я даже не думала, что реакции месту быть в видео, где я написала, почему вы лезете в мою жизнь. Многие писали, что, конечно, вы выставляете свою жизнь на показ, и, естественно, все будут вмешиваться. Да, но это же не только я делаю. Но это не значит, что если вы должны посмотреть и обязательно что-то написать плохое. Но, наверное, зависит от людей. Ведь среди вас очень много таких, которые не позволят себе таких грубых слов и язвительных. Хейтеры тоже нужны на канале, они же продвигают. И кто-то говорит, что я много зарабатываю на Ютубе. Но я уже сто раз объясняла, и не буду ни перед кем оправдываться. Считайте, как вы хотите. Кому-то не нравятся наши отношения с мужем. Но в основном, в большинстве, поддерживают нашу семью и всегда на нашей стороне. Кто-то обвиняет меня в том, что я фальшива, цинична. Ну, это, наверное, те, которые только пришли на одно-два видео, увидели меня, и поэтому у них такое образовалось мнение. Я никого не обвиняю и не хочу эту тему затрагивать и продолжать постоянно в моих видео одно и то же говорить. Сегодня поговорю и на этом прекращу. Но я так говорю, и через какое-то время опять накапливается у меня, и я взрываюсь. Ну, это я же человек, естественно, и так это происходит. Большинству из вас я хотела выразить огромную благодарность за то, что вы видите меня такую, какая есть, и поддерживаете меня. Очень большое вам огромное спасибо, потому что, если бы я была другим человеком, допустим, близко всё к сердцу принимала и прислушивалась ко многим негативным комментариям, то я бы, наверное, вот вчера бы просто бы не захотела двигаться дальше и снимать видео. Мне пришлось удалить некоторые комментарии, потому что они были ужасного характера. Я даже не могу вам это сказать. Я, благо, что вы, наверное, не увидели. Мне было бы очень стыдно. Тут люди, наверное, ценят по себе. Бог вам всем, судья. Сегодня на ужин буду готовить суп мерджимик. Я приготовила такую пиццу. Она ещё тёпленькая. Я приготовила эту пиццу с грибами. У нас очень много грибов, а на ужин я себе вот отварила бурак, сделаю с йогуртным чесноком. Также у меня вот здесь вот есть, но это мне, мой муж-то не любит. Вешенки буду жарить сегодня с куриным пиле. Вот такую одну наполовиночку. И много очень вешеных. И приготовлю мерджимик-суп из красной чечевицы, потому что мы давно не кушали. И заодно с вами поговорю и расскажу вам одну очень интересную историю одной моей подписчицы. Так, мои дорогие, наверное, вы меня хорошо видите, да? Но самое главное, чтобы меня слышать, потому что я сейчас буду в движении вся, в работе, чтобы не так поздно было нам ужинать. И быстренько-быстренько приготовлю. История моей подписчицы будет о том, как она познакомилась. Ей более 60 лет. Она проживает, естественно, не в Турции. Ну и женщина хочет познакомиться, чтобы быть счастливой. Потому что у нее двое сыновей устроены, и все. И она хочет быть счастливой. Любви все возрасты покорные, вы сами знаете. И она, значит, на каком-то сайте там, Тупфейс, кажется, я ей посоветовала. Тупфейс. Ну, там она ничего не нашла подходящего для себя. И уже потерял надежду, потому что там все одни маньяки что-то предлагают, что-то просят. И она в Фейсбуке ей пишут, знакомятся. Ну, из некоторых нашла какого-то приличного дедушку. Ему уже подсельсят. Он отец многодетный. Дети у него за границей. И он тоже жил какое-то время за границей. Вернулся на родину. Видно, состоятельный, потому что занимается строительством. Построил себе дом и поселил всех оставшихся детей. Там двое детей за границей. Остальные четверо в одном доме. И, естественно, 24 часа все дети у него. Ему это все надоедает, конечно. И он тоже хочет быть счастливым на старости лет. Хотя многие говорят, что все в этом возрасте хотят для себя прислугу. Ну, и женщине тоже хочется в этом возрасте за кем-то поухаживать. И чтобы за ней кто-то поухаживал. Уже в этом возрасте мы думаем о том, кто бы нам подал стакан воды. Или таблетку подал, когда невозможно будет встать с кровати. Не дай бог. И она продолжала с ним общаться, переписываться около двух месяцев. Ну, он хотел жениться на ней. Но сразу же сказал, что я не знаю, как отреагируют эти дети, но дети хотят, чтобы я был счастлив. Проблем не будет. И они ждались до конца пандемии, когда это все откроются границы. Он сказал, что приедет к ней и ее заберет. Потому что она просто так не хотела выезжать, так как у нее взрослые дети, женщина тоже мусульманка. И она ждали, когда все это, карантин закончится. В один прекрасный день он ей говорит, хотя дело уже дошло почти, очень все серьезно, она была им поглощена, он ей поглощен. И в один прекрасный день он сказал, что я поговорил с детьми, у меня настроение испортилось, дети сказали, ни в коем случае, ты не женишься, и мы уйдем все с этого дома, если ты в другое место. Ну, что делать в этой ситуации? Женщина, естественно, тоже в расстройствах, потому что он сказал, все, говорит, я, говорит, ничего не могу, останемся друзьями. И меня бесит то, что почему мужчины так быстро отказываются от своей мечты. Ведь дети детьми, я понимаю, но им же нужен человек, который будет с ними рядом вместе. Вот как у меня, аж Крым сейчас есть, да, у меня тоже есть двое детей, у него есть тоже двое детей, но где эти дети? У каждого детей своя жизнь, не так ли? А вот мы сидим с ним, не скучаем, хоть не выходим никуда, хоть где-то пообщаемся, повеселимся, поразговариваем, побесимся, поможем друг другу. Это же совсем другая жизнь, другие отношения. И вот эта женщина вся такая расстроенная и говорит мне, расскажи мою историю, чтобы знали, что какие есть турки. Некоторые, я говорю некоторые, но это не только везде есть мужчины такие, слабохарактерные, которые не могут за свою женщину постоять. Вот почему обидно за таких мужчин. И вроде бы потом было продолжение разговора, и он ей сказал, что они не хотят другой национальности, только турчанку. Потому что, говорит, у нас вот это вот, ну я не хочу сейчас, это анонимно все, были такие случаи, что вот женщина с этой национальности, такое она делала здесь в нашем городе, и мы не хотим. Почему они судят по одному человеку? Ведь в каждой нации есть одни хорошие, плохие. И не нужно судить по одному человеку за всю нацию. Если вас даже обидели турецкие мужчины, то это не значит, что все они такие. Поверьте, есть и очень порядочные мужчины, которые ради женщины все сделают. Понимаете? Так что ждите всегда своего. Значит, если такие попадают мошенники, это не ваши, гоните их метлой. И ни в коем случае не переживайте за таких негодяев, потому что они не постояли сейчас за вас и в жизни тоже оставят вас в одиночестве, будут прислушиваться к детям. Да, я понимаю. Ну вот такая история произошла у моей подписчицы, хотя она думала, несколько было у нее переписок, не очередная переписка и в очередной раз провал. К сожалению, очень часто встречается такое в последнее время. Мужчины пишут, пишут, но в итоге они не доводят дело до конца. Вот такой сегодняшний ужин у нас. Чуарба. Суп из красной чечевицы и такое соте с грибами. Еще я добавила помидорчики сушеные, которые Анемчик нам привезла из деревни. Куриное филе. И вот плов булгур. А также я приготовила салат. Посмотрим, как продегустирует Ашкын. Он вообще бурак не любит, но я поем. Все, пошли мы кушать. Я приготовила Ашкын, принес нам еду. Так вот. Это такое горькое. Анемчик сделала. Буаным яб-то везли. Че горькое, че качок? Я знаю, что. Прямо горит все во рту, но. Вкусно. Вешенки начала ездить здесь, в Турции. Раньше в Грузии только ела белые грибы, шампиньоны. Так, мои хорошие, мы сейчас будем кушать. Но после того, как поужинаем, я расскажу вам еще одну историю. Такую короткую, в двух словах, чего нужно опасаться от турецких мужчин. Каковой лодки. Я ищущий парадок. Иди, как Podcast? Я тоже медицепс. Продолжение следует...